Это уже не первые шаги, но уверенная походка в отношениях между Минском и Тамбовом. Достигли наивысшего результата во взаимной торговле за последние пять лет. Но 178 миллионов долларов не то. Поэтому президент сразу ориентирует на несколько направлений для дальнейшего движения. Поставки белорусской грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования. Короче, все, что касается, Максим Борисович, техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности вашей области. Готовы поставлять также пассажирскую технику, в том числе автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы, электробусы с требуемыми характеристиками. Мы также можем поставлять вам тракторы, комбайны, другую технику в необходимых вам объемах. Время заставляет нас активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. По моей информации, после встречи с нашим послом в России в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества «Тамбовспецмаш». Делегация Тамбовской области весьма представительная. Не на экскурсию приехали. Сразу после посещения наших машиностроительных гигантов провели совместную бизнес-встречу. В Минске свыше 40 представителей крупных компаний этого российского региона. В формате B2B договорились о кооперации в совместных проектах в нефтеперерабатывающей строительной, аграрной и IT-сферах. Та работа, которая проделана за последние годы президентами двух стран и правительствами, подписание и союзных программ, и их реализация в значительной части, она как раз таки направлена на снятие определенных барьеров для взаимодействия субъектов хозяйственной одной и другой страны. И я убежден, что реализация и внедрение вот этих союзных программ, они как раз таки открывают новые горизонты. Создана отдельная рабочая группа по сотрудничеству между Минском и Тамбовом. Тамбовскую область называют житницей России, так что наши тракторы и комбайны как раз кстати. А между нашими центрами аграрной науки белорусскими горками и известными учеными из Мичуринска установлено соглашение. Мы можем оказать практическую помощь в строительстве, в том числе зерна, овощих хранилищ, поставок, оборудование для молочно-товарных ферм. Знаю, что край очень развитый в этом отношении, вы уделяете этому большое внимание. Наши предложения вам направлены. Если вы готовы, мы хотели бы, чтобы вы нам предложили встречные шаги и дали ответ, будем ли мы в этом направлении работать. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий и переработки этих сельхозпродукций. По вопросам селекционной работы племенного отдела подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Есть планы и предпосылки поднять сотрудничество в АПК на высоту. В буквальном смысле гости увидели возможности нашего ПВТ, впечатлились хедлайнером всех аграрных выставок, трактором на пульте управления. И глава региона, руководитель новой формации предложил подняться над консервативным подходом в земельном сотрудничестве. Сейчас в России запускается национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. И мы вот хотим попасть в этот проект, уже определены крупные пять, а мы уже более малые летательные аппараты, которые можно будет использовать как для мониторинга полей, вноса удобрений, но и также беспилотные системы в части управления сельхозтехникой. Это тоже очень интересное направление, которое тоже нам рассказали вчера на Минском тракторном заводе. У нас есть свои наработки. Время выстраивать и партнерство в строительной отрасли. Наша страна сберегла компетенции, это как в союзных отношениях. Фундамент есть? Давайте уже строить следующие этажи. Эта тема важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту «Чистая вода» с применением современных технологий и оборудования для водоочистки, водоотведения. Я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества, далеко не полные перечни вопросов, которые могут быть интересны для Тамбовской области и для Беларуси. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме, то, что называется гуманитарной сферой. Те самые связывающие звенья, которые помогают нам лучше узнать друг друга, особенно они важны для воспитания современной молодежи. Нынешний глава Тамбовской области ровно год в должности. Беларусь знает, как турист, впечатлен, а теперь с кресла губернатора видит перспективы сотрудничества, особенно в условиях внешнеполитических барьеров. Конечно, если мы друг другу не будем помогать, то мы не справимся. Сегодня президент говорил о том, что в Советский Союз были достаточно сильные кооперационные связи между республиками, между регионами, областями, республиками, краями, которые входили в Советский Союз. И строились заводы. Строились заводы, все переезжали, специалисты переезжали. И нам надо это все восстанавливать. Мы практически жили и сами обеспечивали себя. И главная задача, которую ставят президенты и Владимира Владимировича, это импортозамещение, и мы должны себя сами обеспечивать. Совместные патриотические проекты и культурные концепты не лишним будут и пресс-туры для журналистов. Открыть беларусам Тамбов значительно шире, чем известная пословица и хит из 90-х. Корни у нас единые. Пора создавать благоприятную среду для роста молодых побегов. Евгений Пустовой, Ольга Бабарека, СТВ.